Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, это первое видео, которое я записываю после того, как я поняла, что меня беспокоило, что заставляло меня с трудом садиться перед камерой. И сегодня я с красными губами, как я люблю, с красными ногтями. Но сегодня я также решила приодеться, принарядиться для этого видео. И хотела, хотя давно меня некоторые зрительницы просят показаться в леопардовой какой-то вещи. Либо вещи любого другого анималистичного принта. И что вы думаете, я решила сегодня и губы красные себе сделать, и ногти красные, и еще в леопард подрядиться и показать, какая я такая яркая, вся обновленная. Но я не смогла найти этого леопарда. И как многие люди, которые, когда что-то не могут найти, они готовы подать вдвое больше времени. Но найти ту вещь, которую они потеряли, потому что я не могу. Если что-то я потеряла, меня это очень-очень раздражает. Постоянно я думаю, ну где же, где же, где же эта вещь. И в итоге я уже была готова видео не записывать, лишь бы этого леопарда найти. И леопарда я так и не нашла. Но я нашла вот такие брючки, которые тоже не давали мне спать спокойно. Это юбка-брюки, вот такие широкие брючины у них. И часто засыпая, я думаю, я помню, у меня вроде бы были такие брючки, но я даже не могла вспомнить, покупала я их или нет. Не говоря о том, что, скорее всего, я даже ни разу их не надевала, хотя на них нет этикетки. Думаю, что ни разу они надеты не были. И вот нашла я себе в поисках леопарда, нашла такие брючки. Возможно, завтра падаю в них, поеду. А тема сегодняшнего видео будет посвящена снова, почему, когда у нас много вещей, это очень-очень плохо. Я не зря начала с того, что я обновленная такая вся. Потому что мне в последнее время, когда я выпускала видео о минимализме, в тематике минимализма, мне постоянно писали, Яна, ну вы со своими покупками, вы со своими витринами, вы со своим стрит-стайлом, ну какой вы минималист. Я начала все реже-реже-реже записывать видео о минимализме, потому что я стала думать, ну действительно, ну какой я минималист. Неважно, минималист я или нет, я совершенно точно знаю, читая комментарии. Тем более, у меня еще второй канал есть, который посвящен исключительно минимализмам. А я знаю, что мои видео многим помогают минималистами себя ощущать, поэтому забудем о том, кем являюсь я. Давайте я помогу вам понять, являетесь вы минималистом или нет. И если вы таким хотите человеком стать, то я расскажу вам, почему действительно малое количество вещей, неважно, минималисты мы или шопоголики, это действительно очень-очень хорошо. Я опущу здесь и сейчас причину, по которой очень многие люди, которые рассуждают о минимализме, говорят, что да, вещи забирают огромное количество времени на то, чтобы за этими вещами ухаживать. В общем-то, я все время об этом говорила, также в своих видео про уборку. Постоянно акцентирую свое внимание, что если вы хотите убираться быстро, если вы хотите, чтобы в вашем доме, ну почти все время, перманентно был порядок, примерно такой, как сейчас за моей спиной, наконец-то мы убрали елку, потому что были дожди на этих выходных, и мы остались дома, и наконец-то, да, было время просто елочку убрать. Так вот, я не буду сейчас рассказывать о том, что это очень и очень удобно, хотя это очень и очень удобно, этот очень минимализм привлекательный для меня, как для хозяйки, как для мамы троих детей. Это очень удобно, когда у тебя мало вещей. Я освещу другие аспекты. Один из этих аспектов как раз-таки заключается в том, что когда у нас много вещей, те вещи, которые мы очень любим, мы редко используем. Это может касаться одежды, это может касаться каких-то гаджетов на кухне. Кто из нас из хозяев не сталкивался с тем, что решили, ну не знаю, тортик приготовить, а вилочку для миксера нужную найти не можем, потому что этих вилочек 6 штук, и как раз-таки 5 перед нами лежат, а 6-ю найти мы не можем, потому что помыли, куда-то положили. Со мной, кстати, часто бывает при макияже. Я вот, например, задумалась себе сделать такой макияж, уже глаза себе накрасила, бровочки подвела, и не могу найти помаду, которая мне нужна. Все другие не подходят, уже нужно переделывать, получается полностью макияж глаз. Либо наоборот, я приоделась во что-то скромное, не очень броское, и думаю, сегодня я буду использовать бижутерию. Сережки свои надену, любимые, большие, которые вот такие и сверкают, и переливаются. Сережки не могу найти. А вообще со мной в последнее время все время приключается одна история. Я видео записала, где только одну сережку показала на себе. Что вы думаете? Я не могу в итоге спарить эти сережки, я не могу их найти, потому что одна где-то лежит, и другая где-то лежит, и постоянно мне попадается только одна на глаза. И я думаю, я думаю, это та, которая уже мне попадалась на глаза, либо нет. Поэтому вот маленькое количество вещей позволит нам прежде всего, прежде всего, пользоваться этими вещами, наслаждаться этими вещами, потому что, как в случае с моим леопардом, хотела я себя в леопард, в леопард приодеть, но леопарда просто-напросто найти не смогла. И думаю, что потрачу, опять же, возвращаясь к предыдущему пункту, который я не стала освещать. Я потрачу теперь много времени на то, чтобы найти своего леопарда, чтобы вернуть его на место, повесить, и потом благополучно он снова затеряется в том огромном количестве вещей, прежде всего, об одежде речи, которые я имею. Еще одна досадная особенность, которая случается с людьми, у которых очень-очень много вещей, им просто некуда класть то, что они здесь и сейчас могут себе позволить купить, что они хотят себе позволить купить. И, в общем-то, да, они сталкиваются с проблемой, с какой столкнулась я элементарно. Я бы себе, возможно, еще одно пальто прикупила и курточку какую-нибудь, но мне просто некуда вешать. И здесь, конечно же, безусловно, мы должны помнить, что вещи, даже самые любимые, самые красивые, обладают тем большим недостатком, что они занимают место. Зачастую они занимают наше собственное место, которое предназначено для нашей жизни. Это наше пространство, это наша квартира. Заполнять ее шкафом, еще одним, еще одними полочками, которые можно, конечно же, всегда прибить, привесить, примастить, винчивая несколько дополнительных гвоздей либо шурупов в нашу стену. Конечно же, можно организовать хранение нашим вещам дополнительно, это сделать несложно, благо сейчас системы для хранения, контейнеры, разделители, которые являются для меня личной еще одной ловушкой. Неважно, являемся мы минималистами, либо нет, потому что это тоже вещи, за этими вещами тоже нужно ухаживать на них, тоже нужно потратить определенное количество денежных средств, чтобы их приобрести и снова впустить в свое пространство, конечно же. Так вот, вещи обладают одним для меня большим недостатком. Их где-то нужно хранить, и они забирают вновь и вновь то пространство, которое может быть свободным, в котором можно более комфортно жить и более комфортно себя ощущать. Мне очень понравился комментарий одной моей зрительницы, она написала, и на самом деле я, когда записывала видео о том, что минимализм имеет исключительно женское лицо, я вспомнила этот комментарий, и он очень хорошо, действительно, иллюстрировал то, что я видела. Она сказала, когда я теперь смотрю на витрины и на вещи, которые я могла бы купить, и которые раньше бы, возможно, купила, я думаю, боже, сколько хлама, и сколько вещей я прежде всего из вот этого огромного количества могла бы здесь и сейчас выбросить. Я действительно иногда вижу такие магазины, что меня прям-таки удивляет, как они выживают на таком ассортименте, потому что стопроцентно практически ассортимент этих магазинов есть не что иное для меня, на мою эстетику и на мое восприятие жизни не что иное, как хлам. Ну и на какие-нибудь хорошие 70% в остальных магазинах для меня тоже являются объектами, за которые многие готовы заплатить деньги, за которые, возможно, я сама раньше бы охотно заплатила деньги, принесла бы их в свою квартиру, думая, что я таким образом сделаю свой быт более комфортным, более красивым, более приятным. Но нет, сейчас для меня это всего лишь хлам. Давно я расхламляла детские вещи, я очень тяжело расхламляю детские вещи, в особенности те, которые, ну, практически, практически новые. Поэтому, да, у людей, у которых много вещей, они сталкиваются постоянно с той ситуацией, в которой они испытывают огромное чувство вины, как испытываю я, когда они вынуждены избавляться каким-то образом более благородным, например, кому-то подарить, как сделала я. Я заформировала большую коробку из практически новых вещей, детских новых вещей. Какие-то вещи принадлежали еще моему маленькому Егору, но никогда не были надеты в силу того, что я была мамой неопытной и не знала, что эта вещь, допустим, для ребенка неудобна. Как было, например, в случае с боди, к которой пришита рубашечка, и боди и рубашечка, это все было с красивой этикеткой Бербери, ни разу эту вещь не надел ни Егор, ни Габрюшечка, ни Данечка, просто потому, что уже мои дети, например, не ходили в боди в таком возрасте, на который эта конкретная вещь была рассчитана. И очень много таких милых сердца, очень красивых, любая мама знает это ощущение, когда ты, возможно, еще с животом покупаешь своему будущему ребенку одежду. Ну, конечно же, нужно побольше, вдруг ребенок будет мерзнуть, вдруг ему будет нечего носить, и ты все это покупаешь. Покупаешь по неопытности, а потом в силу того, что ты сублимируешь какую-то свою усталость от родительства, в том числе, какую-то свою неготовность к родительству, в том числе, ты сублимируешь вот эти милые сердца, приятные покупки, и со всем этим очень-очень тяжело расставаться. Но так бывает очень часто и с другими вещами в нашем доме. В особенности это случается, если у вас действительно много вещей, как, допустим, у меня было когда-то много одежды. Ты эту одежду надеваешь один-два раза, и потом с ней расстаться очень сложно, потому что тебя сопровождает, да, чувство вины за потраченные деньги, за то, что в итоге эту вещь ты не носила. Двойное чувство вины и за потраченные средства, и за то, что ты эту вещь все-таки не носила. Ну, и можно присовокупить еще третье чувство вины, это когда ты винился, и винишь себя в том, что ты снова и снова, снова и снова не умеешь выбрать для себя блузку, юбку, либо какой-то гаджет на кухню. Повторюсь, все, что угодно это может быть. Поэтому, дорогие зрители, да, когда у нас много вещей, вот такие недостатки случаются. Мы не можем избавиться от этих вещей без чувства вины, просто потому что мы не можем эти вещи максимально использовать, мы не выбираем ресурс этих вещей, потому что их у нас много. Если у нас 100 пар обуви, конечно же, за год эти 100 пар обуви сносить невозможно. А если у нас всего две пары обуви, всего мы сносим прямо-таки до дыр эту обувь, до отклеенной подошвы, соответственно, потом с этой обувью расстанемся и будем чувствовать даже некое ощущение удовлетворения, что да, мы по максимуму использовали ресурс вещей, соответственно, мы можем впустить новую вещь, прежде всего потому, что для нее будет место старую, доношенную, использованную вещь, мы ее выбросили, мы от нее избавились. Поэтому, дорогие зрители, когда вокруг нас много вещей, очень часто нам кажется, что это именно то, что нам нужно. Нам, прежде всего, потребителям, которые находятся под стереотипами потребления. Я сейчас, конечно же, говорю о том, что часто упоминаю в своих видео, что мы находимся очень часто под стереотипами маркетинга и рекламы. А что такое стереотипы в контексте моих видео? Это то, когда мы не понимаем, что что-то влияет на наш выбор, что что-то влияет на наше желание купить. И зачастую мы сами этого желания не испытываем. Поэтому, да, когда вокруг нас много вещей, казалось бы, это просто-таки то, что нам когда-то было нужно и когда-то очень-очень хотелось. Но когда мы в огромном количестве вещей начинаем жить, очень многие из нас начинают понимать, что чем меньше, тем лучше, тем удобнее, тем комфортнее. И, как правило, эти люди и становятся на путь минимализма. Я на этом с вами прощаюсь. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok